И все привет, мои любители треугольников, с вами я, ваш любимый Билл Шифр 100%. Да, я всегда забываю, что я больше не 100%, я уже просто Билл Шифр. В общем, в прошлом шорте я рассказал, что случилось с Хижиной Чудес. То есть я не рассказал, я показал этот пиздец. Нет, вы сами посмотрите, не обращайте внимание на эту штуку, она нужна для укрепления хижины. Да и как вы заметили по моему голосу, я болен, да, я болен, именно, я болен, потому что, знаете почему, я сам не знаю. В общем, такая реакция была вызвана, не знаю чем, я решил добить до последнего хижину, потому что, посмотрите на это место. Вот посмотрите на это место. Раньше тут были красивые, не знаю, красивый интерьер, все такое, теперь тут ни черта не осталось. Ммм, да, конечно, фонарь аж повис в ластухе. Ну что ж, шо я могу сказать? Тут, из-за перемещения версии, тут была создана, то есть чан развалился. То есть тут, где была половина хижины, крыши не было, и я решил добить хижину, да и я решил не выпускать, когда не выйдет бета-версия, то есть не бета-версия, когда выйдет релиз Майнкрафта, ну, 1.17 на вае. Тогда я уже все это сделаю. Вы скажете, в чем твоя проблема, у тебя же пиратка, ты же все можешь, не знаю, спиратить. Но нет, у меня не пиратка, и я не знаю, как возвращать к бета-версии. Я знаю, как переходить, а возвращаться, я не знаю. Но, будем ждать, когда в Муршанге выпустится релиз, и тогда я снова приступлю к работе. Да, к этой замечательной работе. Да, и всех поздравляю с первым сентября. Так, это что уже прошло 3, и 3 или 2 недели прошло, но все равно, потому что была учеба, учеба, напряженная учеба, очень напряженная учеба, очень-очень напряженная учеба. Поэтому некоторые юные ютуберы ушли с платформы. То есть не ушли, а отсутствуют. Но это не про меня. Я вас ни на что не обменяю. Вы мои любимые, любимые рабы. Вот, то есть не то сценарий. Вы мои любимые подписчики. Я вас ни на что не обменяю. Да. Я не знаю, что больше, что еще сказать. Тут просто сценарий кончается. Просто уже закончился. И все. Ну что ж, давайте перейдем с этой унылой локации и перейдем в наш, нашу деревню. Во-первых, вот щелком пальца. Пальца. У меня язык, просто. А, я забываю слова. Это, это точно не входит в мой сценарий. Твою ж... Мать, матушку. Не так же резко перемещаться. В общем, короче. О чем мы говорим? Точно про Ютюб. Современный Ютюб. То есть про нас, школьников. Да, многие ушли. То есть не ушли. То есть они не могут делать видеоролики. И как я сказал, я не из этих. Ну, конечно, понимаю, урок такой. Господи, испугался своей мордой. Конечно, понимаю, уроки. Но если хочешь добиться чего-то, надо стараться. Да и... Да я болею уже. Вот как 8 дней. Так что мне нельзя идти на уроки. Мне повезло. Да. Мне повезло очень дико. Дальше. Ну, есть некоторые каналы, которые не забрасывают свое детище. Например, я. Здесь еще каналы. Я, например. Ну, еще есть. Я. Я больше не знаю, школа каналов. Ну, например, давайте. Видео в поисковике. Ну, конечно же, в ютюбе. Говорю в поисковике. Так. Например. Вадим 13. О, так тут. Так тут. О, о. Видео, как наш ютюб бескрайен. У него все найдется. Все найдется. Так. Ну, что ж. Так. Ну, все. Видео на этом заканчивается. Да. Пока. 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 Что же? Что ты тут до сих пор делаешь? Пока. Я все объяснил. Завтра выйдет новое видео. Всем удачи. Хм. Интересно. А какого декольника вам на этот раз? Ммм. Давайте. Школьного треугольника. Это мой самый нелюбимый треугольник. Ну, что ж. Вадим, мои треугольники. Пока.